Привет всем, меня зовут Сергей, вы на канале NECO и сегодня я вам расскажу о вот таком вот роботе, собранном на смартфоне. Это самодельный робот, напечатал его на 3d принтере, в качестве шасси можно использовать старую машинку на радиоуправлении. Используется для этого робота два телефона, то есть один смартфон у нас будет головой и камерой робота, и второй смартфон мы используем для управления роботом. Управление происходит через Wi-Fi подключение, я использую вот такую вот большую батарейку, чтобы хватало нам больше автономии. Вот я сейчас вам покажу, как этот робот работает. Подключаем, я уже включил приложение, теперь на втором приложении, с помощью которого мы будем управлять роботом, открываем приложение, нам нужно будет подключиться к роботу, такое приложение. Жму на подключение, у нас должна появиться картинка. Ну вот у нас появилась картинка, как вы видите, вот работает все. Так, ну теперь я покажу, что этот робот может делать. Вообще этот робот может создавать три звука. Звук мартышки, можем поприкалываться на кем-нибудь. Так, звук кошки у нас также есть. И звук полицейской сирены. Здесь непонятно, потому что записывается через микрофон и не слышно, какой телефон издает звук. На самом деле это вот этот вот телефон издает звук, который находится на роботе, не вот этот. То есть, если мы находимся в другом месте, робот издает звук. Вот этот телефон отсюда раздает звук. Так, ну теперь что у нас еще? Я вам покажу сейчас, как он ездит. Так, подключаемся, жмем на кнопку. Вот у нас здесь в правом углу, вот здесь есть две кнопки. Одна кнопка включает Bluetooth на этом смартфоне, и вторая кнопка подсоединяет смартфон к Bluetooth-модуль, у которой находится подключенный кардвейн на шасси, чтобы управлять шасси. Вот я подключил сейчас, и теперь я вам покажу. Вот может робот вращать головой на 360 градусов. Вот я, например, ему нажимаю, чтобы он развернул голову назад. Вот он повернул. Теперь я ему жму, чтобы он вернулся в первоначальное положение. И можно независимо вращать куда нам угодно. Вот, например, в эту сторону хочу я. Также есть свет. Мы пользуемся флешем смартфона, то есть вспышкой. Можем освещать темные места, где будет проезжать робот. Или если, например, вот уже ночью, у нас свет выключенный, мы можем нажать на свет, и все будет видно. Так, ну и естественно... Так, сейчас я верну голову в первоначальное положение. Ну, естественно, езжу. То есть, например, развернули голову назад, и он может ездить вот таким вот образом. Или поворачиваем голову вперед, чтобы нам было видно, куда едем. И едем вперед. Ну, вот они звуки. Так, ну вот. Я показал вам, в принципе, как он работает. Что еще я хотел сказать? Так. Ну, о роботе я вам немножко расскажу, и потом я вам покажу, как он работает на расстоянии. Потому что здесь я вам показал, он находился рядом. И кому-нибудь может показаться, и какой смысл от такого робота, если вот вплотную сижу к нему и управляю. В принципе, это все не так. Так как я управляю не напрямую, а сигнал идет сначала на ротор, который находится 30 метров отсюда, и возвращается на смартфон на второй, на робота. Поэтому уже на 60 метров свободно действует. А если я еще поеду в гости к другу, например, у него есть там интернет, подключусь, и также смогу управлять роботом. То есть, уже расстояние будет гораздо больше. Также могу вообще поехать в другую страну, подключиться к интернету и управлять роботом. Конечно, с другой стороны, уже нужно будет снизить качество видео, потому что на большом расстоянии видеосигнал передается плохо, как вот кто-то, может быть, пользовался скайпом, иногда такие торможения есть. Вот, в принципе, что-то в этом роде. Но все равно, зато можем на огромных расстояниях управлять данным роботом и видеть, что у нас происходит в доме. Ну, к примеру, мы где-то там в костях, и пару дней не сможем вернуться домой. Оставили дома кошку или собаку, и можем поприсматривать за ней. Или, например, мы решили проверить, что у нас там в доме. Нажимаем, и видим, какой-то дядька там у нас лазит по дому. Нажимаем на сирену полицейскую, он пугается и, сломя голову, выбегает через окно. Как я уже сказал, управление через Wi-Fi. Если мы хотим управлять роботом, где нет Wi-Fi подключения, то мы можем управлять этим роботом через Wi-Fi Директ. То есть, соединяем два смартфона между собой по Wi-Fi Директ и управляем, например, на улице. Конечно, уже дальность будет маленькая, где-то примерно метров 20, а может быть меньше. Ну, побаловаться нам хватит. Но сейчас я вам покажу, как управляю этим роботом на расстоянии, с другой комнаты, и после уже выйду на улицу и покажу, как управляю этим роботом через мобильный интернет. То есть, я пойду, например, на пляж и смогу вот видеть все, что в доме происходит, управлять этим роботом. Так, ну все, поехали. Так, ну вот оставил я роботу в другой комнате, и сейчас мы попробуем поуправлять им с помощью планшета и с помощью смартфона. Так, ну вот у нас приложение открыто. Жмем на подсоединение и ждем, когда соединится. Ну вот все, картинка пошла. Так, теперь что нам нужно, это включить свет, потому что я свет выключил в комнате, где находится робот, чтобы показать, как в темноте работает. И вот теперь мы на роботе можем включить свет. Вот, видите, теперь все видно. Теперь мы видим, Bluetooth включен. Bluetooth включен на роботе, не на этом телефоне. Теперь нам нужно подсоединить смартфон, который находится на роботе, к шасси. Жмем вот на эту кнопочку. Так, жмем. И когда загорелось зеленым, значит, смартфон соединен с шасси. Теперь мы можем управлять шасси и смартфоном. Вот, например. Так, а у нас отключился. Жмем. Ждем, когда станет зеленым. И теперь можем крутить головой. Если мы крутим в одну сторону, например, и сейчас хотим поехать, конечно, он сюда не поедет, как вы видите, потому что голова направлена в эту сторону. Но сам робот стоит в другом направлении. Чтобы вернуться, мы можем взять и джойстик вот так один раз направить вперед. Тогда вернется в первоначальное положение. Так, ну теперь, например, мы хотим поехать под кроватью и посмотреть, как там, что есть. Сколько пыли там у нас под кроватью. Так. Подтормаживает немного. Иногда вот так бывает. Тем более, когда мы поставим хорошее качество видео. Так. Едем. Ну вот и так вот под кроватью уже. Едем. Ну вот у нас свет, без света вот так. То есть там все темно. Включаем свет. Так, вернем в первоначальное положение. Разворачиваемся. И поехали. Нитка какая-то здесь. Так. Ну вот таким вот образом робот работает. Так, возвращаем. Так, почти. Едем. Ну вот и так, в принципе, роботом можно управлять. Так, ну вот и на планшете. На планшете, в принципе, все то же самое. Открываем приложение. Жмем на подсоединение. И вот у нас появилась картинка. Вот свет у нас. Можем включить, выключить. Подключаем робота к шасси. Ждем, когда загорится зеленый свет вот на этой кнопке. Все загорелся. Проверяем. Все. Все подключилось хорошо. И теперь можем ездить. Эта комната находится далеко от рутера. От модема. Поэтому иногда притормаживает. Вообще, лучше далеко не уезжать от модема. Ну, не знаю, метров 15-20. Или поставить усилительную антенну, чтобы по всему дому можно было гонять. Ну вот. Кажется, рукой закрываем. Не видно ничего. Вот так вот лучше. Вот, можем видеть, что под кровать очень темно. Без света. Почти ничего не видно без света. А вот свет включаем. Все четко. Ночью вообще будет все отлично видно. Так. Теперь главное выехать из-за кровати. По ковру по этому волосатому не хочу ехать. А то гусеницы иногда запутываются в волосах этих от ковра. Поставим на свое первоначальное положение. Вот назад немножко отведем. Ну вот здесь у нас, видим, показывает батарейку. Которая находится на смартфоне, который стоит на роботе. Вот, видим, у меня осталось всего 17%. Я забыл его зарядить перед записью видео. Но ничего. Попробовать хватило. Ну все, я сейчас нажму на кнопки звука. Мы ничего не услышим, потому что будет звук раздаваться в комнате, где находится робот. То есть его будет раздавать, раздавать этот звук будет робот. Ну сейчас готово все. И сейчас я вам покажу, как управлять роботом с улицы. То есть я уже буду управлять роботом через мобильный интернет. Я буду уже находиться далеко от дома. И все равно смогу роботом управлять. Качество картинки, конечно, будет притормаживать. Я ему немножко сбавлю качество картинки, чтобы лучше работало без торможений. И будет все четко работать. Так, ну вот, вот я приехал на пляж. Вот, сейчас мы и проверим, как работает робот. Пляж немножко галимый. Но хороший пляж отсюда далеко находится. Поэтому я приехал сюда. Сейчас я покажу вам пляж. Вот такой вот пляж. Галимый. Мушера много. Так, ну вот, берем, открываем приложение. Сначала открываем смартфон. Ни черта не видно, отсвечивает все. Надо поярче сделать яркость экрана. Так, вот так уже немного получше, но все-таки отсвечивает. Ужасно. Так, посмотрим. Открываем приложение. Так, разворачивает. Вот, подсоединились. Вот, подсоединились. Опять отсоединился. Так, все, подсоединился. Готово. Жмем на свет. Вот у нас свет получился. Не знаю, видно ли. Думаю, вот так вот получше вроде. Отсвечивает все ужасно. Так, подсоединяем Bluetooth. И вот сейчас головой можем повертеть. Вот, как вы видите, робот работает. Находимся на пляже. Примерно километров пять от дома. И все отлично работает. Так, ну вот, например, поедем немножко вперед. Проедемся. Так. А я ему дал не вперед. Развернуть немножко. Вот таким вот почти ничего не видно. Хреново. Разворачиваем. Сюда поедем под кровать. Проедет. Чего же так плохо-то все? Стравимся. Вот она. Ну вот он. Робот у нас ездит. Едем. До этого значка. Подъезжаем. Качество видео уже похуже. Потому что я поставил качество видео слабенькое. Чтобы мегабайт и много не кушал. Ну вот. Надпись видно четко все равно. Разворачиваемся. На телефоне видно все четко. Но на камере отсвечивает все. Поэтому видно плохо. Ну вот все. Видим, как робот ездит. Пойдем сюда, туда. Так, ну и все. Вот так вот робот и работает. Ну вот и все на этом видео подходит к концу. Во второй части мы уже посмотрим, как собирать робота. Я вам детально объясню. Покажу, как загрузить скетч и все остальное. Всем спасибо за внимание. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!